Специалистом-консультантом по направлению инженерной расчеты 3D КАЭВы в компании Siemens. Сегодня мой доклад будет посвящен довольно актуальной теме, теме, касающейся сертификации изделия. Сегодня на нашем с вами вебинаре, посвященном комплексному подходу к проектированию изделия авиационной техники, я постараюсь раскрыть тему, касающуюся цифровой сертификации изделия. Как с использованием имеющихся решений, интегрированных технологий в компании Siemens, можно создать виртуальную площадку для проведения всех верификационных работ в соответствии с предъявляемыми требованиями и подготовить изделия для сертификации. Уважаемые коллеги, все вопросы, которые у вас возникнут на протяжении вебинара, вы можете задать по окончанию вебинара, вы можете задать в чат, в чат-презентер. Запись вебинара будет выложена на канале Siemens Digital Industries Software в YouTube. Ссылка по окончанию вебинара, соответственно, будет выслана вам, и также всем участникам, которые были зарегистрированы в течение 10 дней. Как вы знаете, на протяжении последних 10 лет количество авиационных перевозок неуклонно растет. Как показывает статистика, глобальный экономический кризис, который был в 2009 году, не сильно отразился на перевозках и, конечно же, не сократился на протяжении этих лет. В 2018 году авиакомпании по всему миру выполнили порядка 38 миллионов рейсов. Перевезли более 4,5 миллиардов человек и 58 миллионов тонн груза. По прогнозам экспертов, к 2035 году объем авиаперевозок, пассажиров и грузов увеличится по меньшей мере где-то в два раза. Об этом в 2019 году заявил президент ИКАУ. При этом около 70% роста авиаперевозок приходится уже на существующую маршрутную сеть. Авиакомпании, конечно же, стремятся учитывать эти тенденции и планируют наращивать авиационный парк. В то же время растут и требования к новым летательным аппаратам. В частности, хочу отметить за последнее время ужесточение также требований и к шумности, и к экологичности. Действующие парижские соглашения в области сокращения объемов вредных выбросов требуют снизить где-то в два раза объемы выбросов парниковых газов к 2050 году. С одной стороны, растущий спрос на новые летательные аппараты стимулирует авиапроизводителей создавать новые самолеты и вертолеты. С другой стороны, ужесточение экологических норм и требований к потреблению топлива значительно усложняет и удорожает разработку авиационной техники. В дополнение к регулярному давлению со стороны вопросов экологии, спрос на дальнемагистральные и среднемагистральные самолеты также продолжает расти. Чтобы выйти на международный рынок, китайский концерн «Комок», японская корпорация «МРГ» и объединенная авиационная российская корпорация инвестируют миллиарды долларов в разработку новых предложений в этом сегменте. Особенно сейчас с появлением дополнительной конкуренции в сегменте рынка авиастроительные компании ищут инновационные способы дифференцировать свои предложения, чтобы захватить свою долю рынка. В условиях высокой конкуренции правильный выбор технологий и инноваций, конечно же, определяет успех на рынке. Поиск новых инновационных идей привносят различные стартапы, которые в любой стране с развитой авиакосмической промышленности инвестируются, открывают новые технологии и достаточно быстро выходят на рынок. Здесь, конечно же, крайне важно, чтобы аэрокосмические корпорации могли сократить время разработки и ускорить внедрение инновационных стоящих и работающих идей, чтобы не отставать от быстро развивающегося рынка. В сложившихся жестких условиях для авиационных компаний цена ошибки, конечно же, высока, как никогда. Так, серьезные финансовые потери из-за переноса сроков и конструкторских ошибок перенес европейский концерн Airbus. В проекте своей новой разработки военно-транспортного саболета А-400М Несправность компонента в редукторе воздушного судна, в редукторе воздушного винта из-за чрезмерно воспринимающей зебрации некоторых режимов могло привести к выбору мелких металлических частиц в масляную систему. Эта проблема была выявлена в ходе летных испытаний, что привело к значительным задержкам в сертификации, поскольку компонент пришлось переделывать, конечно, чтобы снизить вибрационные нагрузки. Компания Boeing с проектом КС-46 «Военный танкер» понесла серьезные финансовые потери в размере сотни миллионов долларов на переделку электропроводки на устранение ошибок в соответствии с требованиями нормы. Насколько проблемой электрики является или находится больше на пересечении нескольких областей, а это электроника, механика, производство, техническое обслуживание, необходим настоящий системно-инженерный подход, подкрепленный мощными инструментами. Чтобы добиться успеха, разработчикам авиационной техники приходится переосмысливать подходы к проектированию, к испытаниям летательных аппаратов, прибегать к использованию новых решений и материалов, а также повышать сложность своих изделий. Компания Siemens уверена, что применение современных цифровых технологий позволит сэкономить и ускорить разработку авиационной техники за счет именно автоматизации заметной доли расчетов и сертификационных испытаний. Технологии Siemens позволяют предприятиям реализовать концепцию цифровых двойников. Компания-разработчик интегрирует все цифровые процессы в едином формате и обеспечивает всем вовлеченным в проект сотрудникам доступом, стремясь создать всеобъемливающий цифровой двойник. Цифровой двойник – так называемая взаимосвязанная комбинация разрабатываемого продукта, производства и изделия в эксплуатации. Он соединяет требования с производством и эксплуатацией для непрерывного улучшения продукта, его производства, сокращает цикл разработки, повышает эффективность и гибкая адаптивность под меняющиеся рыночные условия. Позволяет воплощать больше инновационных идей непосредственно в жизнь. Цифровой двойник продукта подразумевает создание полной виртуальной полностью верифицированной модели самолета либо вертолета, проведение практически полного спектра инженерного анализа путем расчетов, а также испытаний, проверку соответствия требованиям и виртуальной доводке. Инженер-анализ включает проверку аэродинамических характеристик, характеристик прочности, усталостной долговечности конструкции, тепловых режимов, режимах обледенения, вибрационных и акустических колебаний. Использование других решений из портфеля Siemens объединяет технологии 1D, 3D-моделирования, а также натурных испытаний, позволяет проводить достоверные расчеты для режимов, которые трудно или даже невозможно проверить в рамках физических испытаний. Здесь речь идет в частности о расчете границ флаттера или для моделирования различных аварийных ситуаций. Еще одним преимуществом виртуальных испытаний является возможность частично заменить, а в некоторых случаях и полностью отказаться от части дорогостоящих испытаний, например, в аэродинамической трубе или на специализированных стендах. Такая цифровая модель с высокой точностью соответствует реальному образцу, уточняется по результатам наземных или летных испытаний, позволяет учитывать все изменения, происходящие с реальным самолетом, и использовать их для сертификации. Основной целью сертификации является подтверждение того, что летательный аппарат и его системы полностью соответствует нормам летной годности. Как вы знаете, норма летной годности представляет собой документы, содержащие государственные требования, направленные на обеспечение безопасности полета в гражданской авиации. В ходе сертификации проект проходит два этапа – валидацию и верификацию. Первый подразумевает проверку правильности и полноты предъявляемых к нему требований, тогда как второй призван подтвердить разработанное воздушное судно, что разработанное воздушное судно полностью удовлетворяет предъявляемые к нему требования, прошедшим валидацию. При работе над нормами используют так называемые стандарты и рекомендации КАО, а также учитывают практику аналогичных взрубежных норм годности, чтобы, соответственно, отечественные нормы были не ниже американских, британских, либо западноевропейских. Целью КАО является разработка принципов и методов разработки международной аэронавигации и воздушной транспортировки. Следует отметить, что норма летной годности – это непрерывно совершенствующий документ, как к нему постоянно издаются различные поправки и дополнения, а также в нем реализуются последние достижения научно-технического прогресса в гражданской авиации. Итак, как я уже упомянул ранее, основной целью процесса сертификации является подтверждение того, что определенная конструкция соответствует требованиям, заданных правилах сертификации. На слайде справа я привел различные сертификационные агентства различных иностранных государств, которые занимаются данным вопросом. Ни одно воздушное судно в России и мире не может эксплуатироваться, а уж тем более перевозить пассажиров без соответствующих разрешительных документов. Одним из основных является сертификат типа воздушного судна или сертификат так называемой летной годности. Для получения этого сертификата воздушное судно должно успешно пройти целый комплекс соответствующих сертификационных испытаний с целью подтверждения соответствия нормам летной годности. Декларация о конструкции и характеристиках также является неотъемлемой частью свидетельства о годности, содержащая в себе информацию о конструкции, квалификационном базисе изделия, его характеристиках, диапазоне внешних условий и эксплуатационных ограничений, в пределах которых обеспечиваются сами характеристики. сертификат летной годности воздушного судна подтверждает то, что на воздушном судне проводятся все необходимые технические работы, агрегаты и компоненты имеют полный необходимый остаток ресурса, а также летные годности и характеристики соответствуют всем заявленным руководству и полетной, конечно же, годности. Итак, давайте с вами рассмотрим стандартный процесс проектирования изделия, начиная от закладывания требований к изделию и заканчивая отчетной документацией, которая, соответственно, служит подтверждением, что все заложенные ранее требования и были достигнуты и проверяемы сертификационными органами, и, соответственно, были проверены сертификационным органом. Все начинается с закладывания требований к изделию, конструкции самой. Такие требования могут исходить от компаний, производителей самого изделия, от авиакомпаний, которые будут в дальнейшем эксплуатировать воздушное судно, от арендодателей, ну и, конечно же, самое главное, от любого из множеств нормативных требований, которые закладывает сертифицируемый орган. Второе – это планирование верификации. Планирование верификации подразумевает, какими методами мы будем верифицировать наши требования и в дальнейшем сертифицировать каждое из закладываемых требований к изделию. Третье – это выбор самого метода верификации по каждому из предъявляемых требований с помощью проведенного математического расчета моделирования и с помощью испытаний. Проведенные численные аналитические расчеты позволяют быстро и дешево получить необходимый нам результат, смоделировать поведение конструкции, особенно на ранних этапах проектирования, усилить конструкции, где есть необходимость, ну и, конечно же, следить за основным весовым параметром, за массой каждой детали. Однако в проведении расчета зачастую существует неопределенность в части точности полученных результатов. Не всегда можно учесть все силовые факторы, воздействующие на конструкцию. Да и сам опыт и квалификация специалистов проведения расчетов на точность результатов также имеют важное значение. Чрезвычайно важную роль в верификации сертификации играют испытания, основанные на объективном получении широкого спектра информации. Испытания широко применяются в нашей практике при создании сертификации самолета и включают исследования на стендах, летающих различных лабораториях и так далее. Проведенные реальные испытания позволяют избавить для нас от неопределенности поведения конструкции. Например, в части прочности позволяют проверить на соответствие техническим условиям отдельных компонентов, агрегатов. Однако стоит и отметить то, что проведение несет серьезные финансовые потери, затраты. Чуть бывает и так, что стоимость проведения всех испытаний превышает стоимость всего проекта в целом. Следует отметить также и ограниченную видимость. Мы можем получить результаты только в местах, где установлены сами датчики. Испытания проводятся на последних этапах проектирования. В случае выявления проблем это может привести к значительным задержкам сертификации и, конечно же, к большим затратам. И последнее, соответственно, это оформление отчетной документации по каждому из предъявляемых требований. Отчеты по результатам таких испытаний или расчетов служат основанием для подтверждения требований, проверяемых сертифицирующими органами. Чтобы обеспечить полноценную связь предъявляемых требований конструкции с методами верификации, связать весь процесс проектирования и анализа в один единый цикл, обеспечить прослеживаемость всех процессов на каждом этапе проектирования, необходима так называемая умная верификация. Используя современные решения по управлению данными СИМ-центра, а также по проведению комплексного системного анализа и различных лабораторных испытаний СИМ-центра, мы сможем существенно ускорить процесс верификации изделия и подготовиться к проведению сертификации. Здесь мы сможем интегрировать управление требованиями, конфигурациями, различными изменениями, управление данными расчетов, а также управление испытаниями, а также обеспечить гарантию прямой и обратной прослеживаемости всех требований. В результате можно избежать ошибок, связанных с человеческим фактором, а также обеспечить так называемую синхронизацию результатов между разными отделами, соисполнителями. При этом, конечно же, хочу отметить основную важность в том, что в любой момент времени будут доступны информация, в любом времени будет доступна всем участникам процесса верификации. Технология СИМ-центра позволяет верифицировать каждое из предъявленных требований к конструкции с помощью, соответственно, выбранного какого-то метода, с помощью разработанных верифицируемых моделей, либо с помощью проведения виртуальных испытаний. Когда мы говорим о процессе верификации, мы имеем в виду комбинацию имитационного моделирования и тестов. Сименс инвестировал за последние 10 лет большие суммы на разработку и объединение инструментов мирового класса, таких как расчетная модель, создание расчетных конечных элементов моделей, такие как CFD-анализ, такие как системная симуляция, физическое тестирование, а также управление инженерными данными. Этот портфель инструментов, имеющийся, помогает организации добраться непосредственно до цифрового близнеца, особенно в части производительности, быстродействия продукта. Давайте с вами рассмотрим, каким же образом осуществляется реализация по верификации выбранного метода в соответствии с предъявляемыми требованиями. Итак, первое. Верификация на основе анализа. Как я уже упоминал ранее, любой компонент конструкции, как прописано в нормах, соответственно, любой агрегат, любое приборное оборудование должно пройти процесс сертификации. На этом слайде я хотел бы отобразить проблемы, трудности, с которыми сталкиваются наши российские компании при проектировании изделий на основе, соответственно, цифрового анализа, а также на основе создания верифицированных моделей, что в свою очередь замедляет сам процесс проектирования. Перечислю некоторые из них. По данным официальной статистики от 30 до 40% работы у времени сотрудникам тратится непосредственно на разработку расчетной модели. Очень часто, когда используются разные программные пакеты, отвечающие за тот или иной вид анализа, в процессе передачи результатов или исходных данных могут возникать различные ошибки, которые также нужно выявлять и устранять. За счет отсутствия ассоциативности между расчетной моделем, а также между кап-моделем, возникает проблема прослеживаемости в части внесения изменений в конструкцию. В процессе проектирования сотрудники не могут отследить изменения и, конечно же, найти и работать с теми ревизиями, которыми необходимо. Теряется прослеживаемость в ревизиях. Большинство программных пакетов также не позволяет интегрировать собственные методы расчета, расширить функционал продукта. По большей части заявляют лишь об этом. В результате сталкиваются с закрытым программным кодом, в которых интеграция возможна только при помощи разработчика данного продукта. Следующее. Расчеты по вычислению запасов прочности. Здесь я больше конкретизирую расчеты детальной прочности. Расчеты по вычислению запасов прочности по большей части проводятся ручными способами, используя различные аналитические и математические аппараты. А учитывая, что количество расчетов может достигать сотни либо тысячи, это приводит к большим затратам по времени, а также к риску появления ошибок, так называемый человеческий факт. Ввиду отсутствия прослеживаемости отчетная документация может оформляться не на те ревизии или не по тем окончательным результатам. И, конечно же, отчетная документация по полученным результатам также оформляется вручную. Все это приводит к риску появления возможных ошибок к замедлению выпуска самого документа. Многие российские организации при разработке изделия используют множество разобщенных инструментов анализа для охвата своих потребностей. Однако, необходимость использования множества систем инженерного анализа приводит к увеличению затрат и сложностей, поскольку каждая из них имеет собственный интерфейс и свои рабочие процессы. Кроме того, несовместимые модели и копирование файлов вручную при переносе из одного программного продукта в другой. Дополнительное время конечно же может создавать ошибки, что в свою очередь мешает проведению исследований необходимых для правильного понимания характеристик изделия. Учитывая все это, разработать готовую верификационную модель достаточно проблематично. Компания Siemens предлагает решения, позволяющие проводить процесс проектирования и расчета конструкции в рамках одной единой системы. Системы под названием Simcenter 3D, отличающие всем заложенным непосредственно к ним требованиям. Решение Siemens позволяет создавать верификационные модели летательного аппарата, проводить расчеты при действии нагрузок, различные природы происхождения, это механические нагрузки, динамические нагрузки, аэродинамические нагрузки, а также проводить виртуальные испытания, например, испытания на флаттер, а также испытания на управляемости во всех режимах полета. Итак, начнем с формирования нагрузок. Генерация внешних нагрузок в Simcenter охватывает широкий спектр дисциплины решений. Во-первых, согласно авиационным правилам в части 25 раздела С, на всех режимах эксплуатации, а также на всех режимах полета должны быть определены полетные и наземные нагрузки на изделия. Методы вычислительной аэродинамики позволяют рассчитывать аэродинамические характеристики самолета, а также определять распределение давления от воздействия внешней среды при различных режимах полета. Также на основе аэродинамических расчетов, а также имеющейся конструкции летательного аппарата, здесь можно проводить калибровку аэропругой модели и, конечно же, определять свойства аэропругости. Во-вторых, возможность определять наземные нагрузки с учетом физики амортизаторов, шин, пневматиков и взлетно-посадочных полос. Какие наземные нагрузки? Это посадка воздушного судна, конечно же, да, это руление. В-третьих, возможность понимания общего теплового нагружения конструкции воздушного судна с учетом работы всех его систем, а также учет тепловых напряжений при вычислении запасов прочности. Здесь под тепловыми нагрузками понимается, конечно, не только же, а определение теплового распределения теплового распределения непосредственно на весь самолет, а также еще и комфорт в салоне непосредственно, все процессы, все тепловые процессы. Ну и, конечно же, в-четвертых, возможность обеспечения открытой структуры, которая позволяет связать знания производителей непосредственно, да, системы ПЛМ. Вся та физика, которую я только что перечислил, она сама по себе не уникальна, конечно же, да, но тот факт, что они теперь доступны из одной среды в одной и той же непосредственно модели данных, все-таки таков. Таким образом, формирование нагрузок в единой среде дает следующие преимущества. Давайте перечислим их. Первое, значит, да, сокращение проведения расчетов за счет точных инструментов анализа. Это возможность управления нагрузками при проектировании, формировании расчетных случаев нагружения. И, конечно же, открытая среда, которая доступна для интеграции вашего программного кода, программного кода предприятия. Собранная таким образом информация по полученным нагрузкам на изделие позволяет также разрабатывать методики расчетов, опирающиеся на базу испытаний и таким образом подтвердить выполнение нормативных требований. Верифицированные модели, непосредственно, которые были созданы вами ранее, непосредственно хранить в специализированных библиотеках, шаблонах, которые могут пригодиться для прочностных расчетов, для расчетов на усталость и так далее. Что такое шаблоны и специализированные библиотеки, я расскажу поподробнее чуть ниже. Следующие нагрузки, о которых я также хотел рассказать вам, это нагрузки, возникающие от образования льда на поверхности самолета. Согласно новым требованиям в целях безопасности и эксплуатации воздушного судна, многими агентствами разных стран по безопасности полета включили в правила сертификации проведения испытаний на воздействие переохлажденных водяных капель и кристаллов льда. Как по сути, я сказал, это требование по оценке обледнения воздушного судна. Стандартные летные испытания приносят организации миллионные убытки из-за необходимости проведения такого вида испытаний, не считая не менее дорогостоящих испытаний в аэродинамической трубе. Современные имеющиеся расчетные комплексы позволяют оценить на сегодняшний момент процесс нарастания льда при различных режимах эксплуатации воздушного судна. Таким образом, снизить количество проводимых испытаний. Следует также отметить, что такого вида испытаний достигает в общей стоимости в индустрии самолеостроения порядка 65 миллионов долларов. В условиях обледенения лед может образовываться на лобовых поверхностях крыльев, на рулях высоты, рулях направления, на воздушных винтах, в воздухозаборниках, на остеклении фонарей, находящихся в потоке датчиках, пилотажно-навигационных приборов, ну и, конечно же, на обтекателях антерн. При столкновении с лобовыми поверхностями агрегатов летательного аппарата переохлажденные капли воды быстро, конечно же, кристаллизуются, образуя ледяные наросты различной формы и, конечно же, размеров. Опыт эксплуатации авиационной техники показывает, что обледенение наряду с турбулентностью атмосферы, электрическими разрядами, возможность столкновения птицы является одним из наиболее опасных воздействий внешней среды, которое существенно влияет на безопасность полета. На данном слайде показаны наиболее характерные формы ледяных наростов на лобовых поверхностях. Конечно же, коленообразная форма, это рогообразная форма нарастания льда, а также промежуточная или так называемая еще смешанная. Если не принимать меры по защите от образования льда, ледяные наросты быстро растут. И, конечно же, что это приводит, к чему это приводит? Это приводит к увеличению полетной массы летательного аппарата, а также к снижению летных аэродинамических характеристик. На данном слайде в качестве примера показан сам процесс моделирования образования корки льда на обшивке крыла с помощью одного из наших инструментов StarC7+. Процесс моделирования осуществлялся с учетом сопряженного теплообмена при, соответственно, тестировании противообледительной системы, где оценивалась эффективность системы. Данный функционал позволяет спрогнозировать процесс образования льда в условиях измроси, в условиях стекловидного льда или в смешанных условиях обледнения, определить точные места первичного намерзания льда, а также оценить намерзание в критических местах летательного аппарата, определить размеры и формы намерзания льда, а также оценить ухудшение аэродинамических характеристик в результате его нарастания, с учетом применяемой противообледительной системы. Следующая технология, позволяющая верифицировать модель по предъявляемым требованиям, это создание геометрии, а также создание расчетной модели. Компания Siemens предлагает заложить требования по проектированию в разработанной заранее библиотеки, таким образом автоматизировать процесс разработки, компоновочные схемы, геометрии изделия, на ее основе автоматизировать уже процесс создания расчетных моделей, удовлетворяющих своим требованиям по качеству, по точностью, в зависимости от тех задач, которые, конечно же, вы решаете. Этим прописанным требованиям будет подчиняться любая из цифровых моделей. Давайте с вами рассмотрим, как реализуется такая технология на примере конструктивной силовой схемы крыла самолета. Автоматизация основана на разработке так называемых шаблонов из специализированных библиотек конструктивных элементов. вся суть заключается в том, что мы можем разработать на основе этих инструментов любую конструктивную схему крыла и на основе проведенного анализа подобрать схему, скажем так называемую рациональную схему с точки зрения прочности и жесткости. Давайте это сделаем. Итак, вы видите кривые в начале, которые двигает специалист. Эти кривые показывают будущее расположение наших конструктивных элементов. это лонжероны, стрингера, нервюры. Слева от вас вы видите библиотеку так называемых конструктивных элементов. Библиотека конструктивных элементов здесь понимается также стрингера, лонжероны, нервюры. Таким образом вы просто перетаскиваете с этой библиотеки нужный элемент, вводите геометрические параметры этого элемента, этого компонента, указываете, где будет располагаться этот конструктивный элемент вашей схеме, вашей силовой схеме, и получаете, таким образом, потихоньку получаете общую силовую схему крыла самолета. Как это делается, достаточно просто. Библиотека конструктивных элементов, соответственно разрабатывается, она может разрабатываться как вами, так и соответственно нашими специалистами. Так, вы получили конструктивную силовую схему крыла, далее соответственно вы включаете специализированный инструмент по созданию, автоматическому созданию конечной элементной расчетной модели. При этом также хочу отметить, что геометрические свойства конструктивных элементов, толщины, а также ну толщины, да, соответственно в данном случае, да, также размеры также автоматически переносится на, из геометрии, из геометрии непосредственно переносится на вашу конечную элементную расчетную модель. И таким образом вы быстро получаете расчетную модель для проведения соответственно как расчетов так и также верификации. свойства хочу отметить также то, что все свойства по обшивке с триггерам также автоматически переносится из геометрии в расчетную модель. Данный подход позволяет вам разрабатывать библиотеки верифицированных шаблонов конструктивных элементов изделия на основе верифицированных готовых шаблонов подготавливать расчетные модели в соответствии с выбранными нормативными требованиями математическим моделям и утвержденными сертифицированными органами. Разработанные шаблоны позволяют быстро обеспечить соблюдение всех необходимых стандартов распространяемых математическим моделям. Что это дает? Это дает возможности неподготовленному специалисту, например, конструктору, без уровня подготовки и квалификации в области инженерных расчетов быстро скомпоновать геометрию изделия и подготовить расчетную модель к аналюзу. При этом, конечно же, хочу отметить еще такой важный момент, что при разработке вот этого шаблона специалист, имеющий знания в области расчетов, также может заранее подготовить этот шаблон в соответствии с требованиями, которые распространяются непосредственно у них на предприятии или с требованием, которое распространяется непосредственно к расчетной модели, то есть к качеству расчетной сетки. Вы один раз задаете это правило, и это правило будет в дальнейшем распространяться на ваш шаблон. Далее. Также хочу отметить, что данный подход позволяет рассматривать большее количество вариантов компоновок и конструктивной силовой схемы изделия с целью подбора, скажем, рациональной схемы конструкции с точки зрения прочности и жесткости, а также за счет этого ускорить производительность труда и получить желаемый результат в кратчайшее время. Следующая технология, позволяющая верифицировать модель по предъявляемым требованиям, это заложенные требования по вычислению запасов прочности. Итак, в нормативных требованиях к летной годности изделия оперируют таким параметром, как запас прочности, показывающий способность конструкции выдерживать прилагаемые к ней нагрузки. Данный параметр является одним из основных подтверждающий прочность изделия, как для проведения виртуальных испытаний, так и для наземных летных испытаний, а также является одним из показателей надежности изделия. Давайте с вами рассмотрим, как реализуется технология вычисления запасов прочности, детальной прочности на примере, показанном выше, то есть на том примере, который мы с вами выбрали, на силовой схеме крыла самолета. Итак, перед тем, как провести анализ запасов прочности, деталей, соответственно, мы должны получить распределение усилий по всем силовым элементам. Далее, что мы делаем? Мы выбираем нагрузки, набор расчетных случаев нагружения, которые мы использовали ранее. Следующее, мы выбираем типа расчетного случая, то есть в данном случае расчет стрингера по элеру нас интересует. Вводим геометрические параметры этого стрингера, это длина, это размеры, это длина, это геометрические размеры, это материал, и все, в принципе, вы видите аннотацию, которая выводится непосредственно на экран, проводим расчет, получаем запас по устойчивости, получаем запас по устойчивости. Следующий инструмент, который позволяет быстро автоматизировать, распространить расчетный случай на другие стрингера. Таким образом, мы получили запасы по устойчивости стрингеров, интересующих нас стрингеров, с использованием специального менеджера, мы можем оценить на интерфейсе, мы можем оценить запасы по устойчивости каждого стрингера. Следующий важный инструмент позволяет создавать отчетную документацию по проведению нашего расчетного цикла. соответственно, тут важная особенность какая? Создание отчета оформляется по нашим программным обеспечениям, то есть СИМ-центром, на основе ваших требований, на основе требований заказчика, на основе требований предприятия. Также может оформляться на основе требований, которые прописаны, которые в дальнейшем, то есть документ пойдет в дальнейшем сертифицированный орган. То есть можно создать такое количество шаблонов, вот этих так называемых шаблонов по оформлению отчетной документации, где будет записываться только та информация, которая необходима непосредственно вам. Что это дает? Реализованные в нашем программном продукте технологии, которые только что показал, соответственно, что они позволяют сделать? Первое, конечно, это проводить расчет запасов прочности, детали на основе аналитических методов расчета, взятых из нормативных стандартов, это ГОСТ, СТП, для того, чтобы в дальнейшем упростить процедуру к подготовке сертификации. Второе, что я хотел бы отметить, это автоматическое оформление отчетной документации в соответствии с требованиями предприятий, в соответствии с требованиями сертифицированных надзорных органов при подготовке к сертификации изделия, опять же, за счет вот этих шаблонов. Третье, отмечу, что данное решение может использовать специалист абсолютно любого уровня подготовки. Заранее подготовленные библиотеки методов расчетов специальным специалистам позволяют вычислить запасы прочности, а также выполнить процедуру анализа, при этом не прибегая к специализированным знаниям или помощи специалистов. Четвертое, все расчеты на предприятие будут проводиться в едином стиле по одной методике, по тем формулам, которые будут рекомендованы предприятиям и оформляться в виде документации по одной и той же форме. И пятое, тут как бы такой момент, то есть данное решение хотел отметить, данное решение особенно эффективно, когда на предприятии используется подход сквозной сертификации изделия, когда сертификация задумается уже, конечно же, на начальном этапе проектирования, начиная с авант-проекта. Одной, следующей, да, следующей технологии, которую я хотел вам также показать, поделиться с вами. Следующий расчет, который необходимо провести, это расчет, касающийся анализа флата. Одно из требований к летной годности изделия относится также к подтверждению отсутствия аэроупругих явлений. Согласно авиационным правилам, пункт 23.629, насколько я помню, должно быть доказано специальными исследованиями, расчетными испытаниями, что во всем диапазоне полетных весов самолета и на всех высотах, во всей области эксплуатации должно быть обеспечено статическое и динамическое устойчивое самолет. При этом наиболее опасными из них являются, конечно же, неустойчивые явления, динамические неустойчивые явления, такие как флата, бафтинг и так далее. Давайте с вами рассмотрим реализацию флата, реализацию моделирования аэроупругих явлений непосредственно в нашем программном пакет. Реализованные Siemens технологии позволяют разрабатывать готовые верифицированные модели аэроупругости через шаблоны, опять же скажу, подчеркну, через шаблоны в соответствии с требованиями авиационных правил, приобрать аэроупругие модели на основе аэродинамических расчетов, рассчитывать свойства аэроупругости, приобрать аэроупругие модели по результатам физических испытаний, по продувке в аэротрубе или по результатам летных испытаний. К результатам расчета определять критические скорости флата, поправочные коэффициенты. Все это, конечно же, работает за счет прослеживаемости в данных, за счет ассоциативности между геометрией, расчетными моделями и полученными данными. Ну и, наверное, хотел отметить про еще одну технологию. про технологию, основной задачей которой является поиск максимизации выгодных характеристик, то есть определение рациональных и оптимальных характеристик, в котором были заложены требования по прочности, жесткости, маневренности, шуму, летным характеристикам, надежности, при минимизации расходов. Это проведение оптимизации. Современное высокотехнологическое решение HITS позволяет автоматизировать процесс проектирования и находить оптимальную с точки зрения весов и других целевых функций конструкцию. При этом, конечно же, работая, подчеркну, работая с различными видами решателей. Одновременно. Одним из достоинств решения HITS заключается в том, что он позволяет работать с абсолютно любой физикой, а также с любым из ваших инструментов моделирования, с любым решателем, будь то коммерческим либо вашим внутренним решателем. При этом оптимизатору неважно, в каком виде была представлена ваша модель. В 1D постановке, в 2D постановке, в 3D постановке, в 3D постановке, и на основе какого метода была реализована ваша модель. В данном случае это либо конечный элементный анализ был использован, либо это CFD-анализ, либо это кинематическая модель построена. То есть любой другой, любой метод, который вы используете. Вам просто, по сути, нужно соединить оптимизатор и решатель вместе с помощью параметров проектирования. Один из примеров хотел вам показать использование решения HITZ. Это работа, проделанная Натаном Ричардсоном из Локит Мартин. Определение оптимальной формы планера самолета, который связал воедино сложную геометрию, выполненную в одном из систем CAD, в одном из САПР-систем, с различными видами решателями CFD. В данном случае CD-CFD использовался StarC7+, а NaStran использовался для того, чтобы определить отклики аэроупругого анализа, для того, чтобы оптимизировать летные характеристики, маневренность, а также прочность, жесткость, подобрать прочность, жесткость, соответственно, скелета самолетов, самого скелета самолета. Было задействовано порядка 134 переменных проектирования. ХИЦ определил такие варианты, которые по факту улучшили коэффициент подъемной силы по отношению к сопротивлению примерно на 33%. При этом по-прежнему удовлетворяем всем ограничениям, всем ограничениям, которые были заложены непосредственно в процессе проектирования, в процессе расчета. Еще раз повторюсь, что ХИЦ работает с абсолютно всеми решательностью. Абсолютно всеми решательностью. Сторией успешного использования решения Siemens могут поделиться многие разработчики, в числе которых, конечно же, я хочу отметить компанию TLG Aerospace, Bombardier, Boeing и другие. Сегодня компания TLG Aerospace использует средства вычислительной аэродинамики Siemens в качестве надежного и проверенного средства для проведения сертификационных испытаний, а также сокращает количество летных испытаний. Компания Bombardier использует средства вычисления аэроакустического анализа с целью поиска и снижения основных источников с шумом. Конечно же, это позволило им снизить общую трудоемкость работы, ускорить процесс доработки конструкции и найти рациональное решение поставленной задачи. Инструмент Simcenter Star C7 Plus позволяет получить сертификации Федеральной Организации Гражданской Авиации в короткие сроки непосредственно. Компания Golfstream еще один пример, который хотел выделить. Компания Golfstream, являющаяся лидером в сфере производства частных и административных самолетов. Также нашло свое решение для среди множества предлагаемых компаний Simcenter. Испытания в полете показали образование льда необычной формы, которое привело к существенным ухудшениям аэродинамических характеристик самолета. В то время как стандартные инструменты, а также другие решения образования льда не обнаруживали. Проблема стояла комплексная. Необходимо было решать совместную задачу образования нарастания льда с учетом аэродинамики и с учетом тепловых процессов. Предложенное компанией Siemens решение позволило выявить зону нарастания льда и предложить компромисс в виде правильного использования противооблюдительной системы, а проведенный 45-минутный эксперимент лишь подтвердил достоверность полученных результатов расчета. Таким образом наше решение позволило справиться с прохождением сертификации по обледенению компании Golfstream. Следующий пример, который хотел вам также показать, поделиться с вами. Компания Airbus Bombardier также Bombardier использовала и использует при разработке своих летательных аппаратов полноценное решение Siemens с целью установления диапазона критических скоростей Flutter, а также определения свойств аэроупругости. Разработанными компания Airbus и Bombardier собственной системой телеметрии с легкостью связывалась система Simcenter Test Lab, которая позволяет обрабатывать полученные данные, а благодаря использованию решения Simcenter иностран получать верифицированную расчетную модель с экспериментом. И вычислять необходимые свойства аэроупругости, границы Flutter, коэффициенты демпфирования и так далее. Теперь рассмотрим с вами каким образом можно верифицировать поставленные задачи, поставленные требования, методом испытаний. Через чрезвычайно важную роль в очистенной практике сертификации играют методы испытаний, основанные на объективном получении широкого спектра информации. Проводимые различного вида испытаний широко применяются в нашей практике при создании сертификации самолета и включают исследования как на стендах, так и на различных летающих лабораториях и так далее. Верификация требований методом испытаний подразумевает проведение испытаний в соответствии с нормами, выполнение которых является обязательным условием обеспечения безопасности полетов и охраны окружающей среды. Помимо подтверждения прочности в авиационные правила включены также требования по определению вибраций, различные вибрационные испытания компонентов по акустическому анализу это шум, акустическая усталость, комфорт, а также по динамическим испытаниям от воздействия внешних факторов испытаний на флаттер, бафтинг, наземные вибрационные испытания. На данном слайде представлены различные корпорации, производители авиационной техники, вертолетной техники мира. Все эти компании объединяет то, что все они недавно прошли наземные вибрационные испытания в системе Синцентр Тест ЛАП. Давайте с вами рассмотрим, какие лишь некоторые виды испытаний можно провести с использованием современного решения Синцентр Тест ЛАП. Первое отмечу, испытание на флаттер. Согласно авиационным правилам, Европейскому агентству по безопасности полетов должно быть показано, что самолет свободен от флаттера, реверсы органов управления, дивергенции, при любых условиях эксплуатации, в пределах огибающих, при всех значениях скоростей полета, вплоть до скорости, установленные для выбранного метода. Как я упоминал ранее, когда мы говорили о процессе верификации, мы имеем в виду комбинации имитационного моделирования и теста. Так вот, с использованием решения Синцентра ТестЛАП, а также с датчиков, установленных на стенде, мы можем с наземных вибрационных испытаний, а также с летных испытаний снять необходимые параметры, по ним определить формы, частоты колебаний и, конечно же, демпфирующих характеристик, которые при верифицировании расчетно-динамической модели помогут нам спрогнозировать границы появления флаттера, построить зависимости демпфирования и модальных частот скоростей полета и, конечно же, спрогнозировать по верифицированным моделям различные аварийные ситуации. При проведении испытаний производители воздушных судов испытывают довольно серьезные трудности при определении необходимых данных на флаттер. В первую очередь, конечно же, сталкиваются с нехваткой времени. Испытания проводят в довольно ограниченных рамках. Помимо этого, полученные результаты нужно еще обработать, проанализировать, что требует от специалиста высокого уровня подготовки. Некоторые, я бы сказал бы, даже некоторые у искусства, что ли, немаловажным здесь отмечается также и человеческий фактор, который сказывается на точности и эффективности испытаний. На данном слайде схематично хотел представить стратегию верификации, подход к проведению верификационных работ для подготовки к сертификации задач аэроупруглости. Итак, давайте с вами опишу сам процесс верификации для задач аэроупруглости. Используем нашего программного пакета. Создание математической модели, первое, создание математической модели и численный анализ как по компонентам, так и всего летательного аппарата, включающие себя органы управления, включающие себя органы управления. Второе, это верификация и корреляция конструктивной модели с помощью наземно-стендовых испытаний. Третье, это верификация распределения аэродинамического давления на несущей поверхности и органы управления с помощью коэффициентов шарнирного момента. Четвертое, это верификация и корреляция имеющейся математической модели с результатами продувок в аэродинамической трубе, с результатами летных испытаний. И последнее, получение физической модели проведения летных испытаний с изменением режимов органов управления на малых скоростях и больших скоростях. как вы видите на этом слайде весь процесс остается по факту прослеживаемым от проведения испытаний и до корректировки расчетной модели. сокращение сроков сертификации становится возможным благодаря более точному планированию натурных испытаний. верификационной модели полученные с помощью решения сим-центром позволяет заранее определять места наилучшего размещения датчиков а также режимы испытаний отдельных узлов агрегатов летательных аппаратов сборем. Кроме того, с помощью технологии сим-центр тест можно значительно автоматизировать сам процесс испытаний, проводить автоматические расчеты, анализ данных эксперимента непосредственно в темпе испытаний. Благодаря оборудованию SCADUS можно разместить датчики любого различного вида то есть это ускорение датчики ускорения датчики перемещения датчики конзометрирования которые могут быть как однокомпонентные так и трехкомпонентные провести предварительный анализ на случайные вибрации снять необходимые данные из датчиков получить собственные вектора частоты формы колебаний и визуализировать результаты на математической модели то есть как это показано в данном блоке также возможности программного обеспечения позволяет провести испытания абсолютно на любой вид вибрации на синус на широкополосную случайную вибрацию при различных режимах выделить резонансные формы частоты а также получить демпфирующие характеристики например для решения задач флата по результатам проведенных испытаний полученных откликов форм колебаний сконфигурируете непосредственно отчетную документацию а также обеспечить навигацию этим результатом отмечу что теперь с использованием аппаратной платформы проведение испытаний и обработка результата становится уже не каким-то искусством а непосредственно ремеслом программное обеспечение позволяет вам непосредственно следить за всеми динамическими характеристиками процессе проведения испытаний с помощью системы SCADES мы можем поставить необходимые датчики и по полученному измерению строить математические модели смотреть формы колебаний частоты колебаний и в дальнейшем весь этот процесс стрелочка которая показана то есть он является как бы такой циклическим постоянно циклическим и замкнутым замкнутым процесс следующий пример который я хотел вам привести это компания Airbus благодаря нашим технологиям испытания проекта А350 компания Airbus заняли всего лишь два дня а не девять как в случае с А350 90 900 или более месяца как были когда были испытываны предыдущие самолеты компании Airbus эти технологии принято широко в авиационной индустрии и заняли свою нишу от подготовки к поведению испытаниям и до проведения сертификационных работ благодаря прослеживаемости и верификации модели на каждом этапе проектирования и проведения испытаний компания Airbus удалось достигнуть повышения производительности аж на целых 50% выйти на этап сертификации самолета с гораздо более быстрыми сроками гораздо более быстрыми сроками следующие тип испытаний который также важен для проведения и при сертификации самолета это сертификация этапного аппарата по шуму согласно авиационным правилам части 36 предъявляются требования к воздушному суду к воздушному суду по шуму на местности часть 36 авиационных правил была создана как обобщение целого ряда нормативных документов соответствующего раздела авиационных правил США а также международного стандарта ИКАО приложение 16 охрана окружающей среды а также с помощью отечественных государственных стандартов которые были регламентированы предельно допустимым уровнем шума воздушных судов на местность согласно этим требованиям для каждого воздушного судна определяется контрольная точка измерения а также закладываются нормы уровня шума при его приближении соответственно да то есть при приближении самолета в полете под углом пролете под углом либо пролете сверху оборудование Siemens позволяет провести замеры уровня шума в любой указанной контрольной точке измерения а также обработать результаты данных согласно предъявляемым требованиям на данном слайде в качестве примера представлено сравнение замеров уровня шума двух самолетов поршневого аппарата а также электрического для этого устанавливается микрофон на земле метеостанция и устройство для сбора всех необходимых данных ну вот как вы видите результаты снимаются и обрабатываются в режиме реального времени результаты наложились и вы видите непосредственно как уровень шума отличаются различных различных видов самолетов соответственно на более высокой на другой высоте таким образом проводят испытания решение сименс могут обеспечить поддержку всех аспектов великвификации летательного аппарата по шуму это конечно же как я говорил ранее замеры уровня шума на местности открытающих самолетов это замеры уровня шума в салоне с целью обеспечения уровня комфорта в салоне это замеры от внешнего аэродинамического шума при испытании в аэродинамической трубе и конечно же замеры вибрации от воздействия источника шума оборудование сименс позволяет локализовать источники шума определить их визуализировать их не только в виде графиков но и в виде спектра для лучшего их понимания как вы видите соответственно на экранах так можно визуализировать непосредственно распределение шума по поверхности помимо уже сказанного оборудование сименс позволяет проводить модальные испытания компонентов с целью определения параметров динамического поведения конструкции определить собственные частоты и формы колебаний коэффициенты демпфирования проводить динамические испытания компонентов на воздействие внешних факторов то есть это испытание на вибрацию при случайном воздействии на груз на синус испытание на удар проводить испытание на усталость от акустического воздействия используем реалистичных нагрузок таким образом таким образом решение сименс для испытаний симуляции позволяет обеспечить проведение всех работ в соответствии с нормами требованиям к летной годности сомненным преимуществом является конечно же прослеживаемость результатов а также автоматизированный процесс корреляции результатов испытаний с численным верифицированными моделями позволяющим конечно же прогнозируете получить достоверные данные при различных режимах эксплуатации в том числе и при различных аварийных ситуациях конечно же несомненный охват проведения различного рода испытаний позволяет вам проводить следующее значит да это и наземные вибрационные испытания это акустические испытания при воздействии различного вида шума на то есть комфорт салоне как я уже говорил шум на местность это и различного рода динамические испытания при воздействии внешних факторов и воздействию внешних здесь все процессы испытания соответственно да которые прописаны большинство испытаний которые прописаны непосредственно процессе при при сертификации при прохождении сертификации можно можно про можно проводить используем нашего программного продукта используем нашего оборудования следующий раздел который хотел бы вам рассказать посвящен возможностям решения teamcenter для сертификации данном слайде схематично представлен сам процесс проектирования воздушного судна как я говорил на предыдущих слайдов весь процесс поделён непосредственно начать на части на начальных этапах проектирования закладывается требование к воздушному суду требования к системам требования к аппаратному оборудованию далее закладывается расчетная экспериментальная часть проводится верификация системы валидация воздушного суд где приводится непосредственно итоговая оценка безопасности самолета и приводится анализ общих причин отказа по сути эта схема полностью отражает положение rp 747 54 документ регламентирующий документ который регламентирует деятельность по разработке воздушного судна начиная с требований и заканчивая интеграции через верификацию данный документ в контексте непосредственно сертификация в контексте вас до в контексте сертификации самолета был принят и используется многими странами при разработке воздушного судна а также например да как и для российской федерации российской федерации особенно было отражено это в части 25 авиационных прав в компании сименс уверен что сам процесс сертификации должен начинаться уже с ранних этапов проектирования того чтобы обеспечить процесс прослеживаемости всего рабочего цикла выявить ошибки проблемы несоответствия уже на ранних этапах проектирования обеспечить непосредственно выполнение все определяемых требований к воздушному судну соответствии со всеми нормами и правилами здесь на этом слайде я привел тот же процесс проектирования самолета что был на предыдущем слайде но только в более сжатом виде и привязанных непосредственно к разработкам 7 значит так так как вы видите соответственно да тут большинство частей которые необходимы для проведения соответствии с rp которые необходимы для проведения сертификации привязываются к нашим программам продукта да то есть это ким-центр либо это сим-центр посредственно расчетный модуль каждый блок включает наш программный продукт рассмотрим какие ключевые задачи которые необходимо решить при управлении о процессе сертификации воздушного судна перечислили буквально быстренько первое это полный контроль за выполнением процедур и процессов сертификации авиационной техники это контроль с заведением сертификационного базиса и управления соответственно всех пунктов это установление контроль составных элементов систем и подсистем авиационной техники в соответствии с условиями выполнения сертификационного базиса это установление перечня документов и ответственности подразделения разработчиков авиационных правил за их предоставление Это контроль за выполнением сроков всех вализационных и верификационных работ, все расчетные части испытаний, за выполнением всех требований. Теперь хочу отметить ключевые возможности TeamCenter, которые могут обеспечить управление процессом сертификации воздушного суда. Первое – это разработка требований, их хранение, управление версиями, сравнение версий, обеспечение контроля за изменениями. Второе – это возможность обеспечения классификации требований по их виду и применимости, и происхождении. Третье – это выделение целевых параметров, контроль за соблюдением и за их выполнением. Четвертое – это установление и контроль за связью составных элементов, системы и подсистемы авиационной техники с условиями выполнения сертификационного базиса. Пятое – это формирование матрицы валидации, контроль за их изменениями. Шестое – это планирование всех работ по сертификации изделий и многое другое. По сути, все ключевые задачи, которые ставятся при управлении сертификацией, возможно осуществить под управлением готовой системы TeamCenter. Наличие всех данных о ходе работы и сквозная взаимосвязь этих данных делает TeamCenter идеальной платформой для управления сертификацией. Отмечу, что в ходе сертификации TeamCenter позволяет обеспечить разработку требований к воздушному судну, подготовить планирование всех работ, разработать методику защиты по каждому из требований к воздушному судну, заложить метод верификации по каждому из предъявляемых требований с помощью проведенного математического расчета, с помощью имитационного моделирования, с помощью испытаний. Заложить метод верификации по каждому из предъявляемых требований, обеспечить контроль за ходом и выполнением работы в виде хранения отчетных форм, провести анализ по закрытию работ, по защите требований, по выполнению плана работы, выявить проблемные места и скорректировать планирование. При этом TeamCenter выступает также средой подготовки изделия, как к натурным, так и к виртуальным испытаниям. На слайде схематично показано, как обеспечивается подготовка изделия к проведению испытаний в среде TeamCenter. Здесь разработка требований к проведению испытаний, здесь разработка программы испытания образцов изделий, агрегатов и всего изделия в целом. Здесь закрытие работ с помощью инженерного анализа, запросы на испытания, выбор испытательных стендов, здесь проведение испытаний, корреляция результатов испытаний с численным виртуальным экспериментом, здесь также внесение изменений в конструктивную документацию, в состав испытаний и так далее. При этом еще раз хочу отметить, что каждый шаг отслеживается непосредственно руководителем. Вы всегда сможете отследить, где и на каком этапе находится опытный образец системы, где и на каком этапе задействовано испытательное оборудование в соответствии с планированием, фиксированные результаты по каждому испытательному образцу и так далее. Весь процесс, еще раз подскажу, он отслеживается. Таким образом, введение всех данных в единой среде и сквозная прослеживаемость данных и процессов на всех стадиях проектирования и производства позволяет использовать TeamCenter как информационную платформу для сертификации. Использование системного подхода к проектированию и предварительного моделирования систем самолета должно значительно сокращить количество проблем, выявленных уже в ходе сертификации. В качестве примера, на слайде справа в системе TeamCenter Test Lab, по результатам предварительных вибрационных испытаний, мы можем виртуально оценить частоты, формы колебаний будущего изделия, которые в дальнейшем пригодятся нам, к примеру, при анализе аэроупругости флаттера и при получении резонансных частот. Для того, чтобы осуществить работу всех наших технологий, компания Siemens осуществляет также полноценную поддержку наших коллег в части подготовки и консультирования специалистов по целому портфелю задач. От проведения инженерного анализа, а также и до проведения испытаний. Мы, это более 100 экспертов из аэрокосмической промышленности, осуществляем полный комплекс сервисов для решения ваших главных инженерных проблем. Осуществляем поддержку в части численного моделирования и проведения испытаний всех видов задач из различных видов дисциплин. А это шум, вибрация, статическая динамическая прочность, усталость, аэродинамика, оптимизация и многое другое. В нашу компетенцию входит также проведение обучений, решение различного рода проблем, устранение неполадок с оборудованием. В случае, если предприятие использует свои какие-то наработки с сохранением авторского права, а также с обеспечением полной информационной безопасности, мы помогаем в осуществлении внедрения собственных решений непосредственно на нашу платформу и многое другое. А таким образом, подводя итог, можно сказать, что решение Siemens помогает перенести процесс верификации уже на более ранние этапы разработки, обеспечивая большой потенциал для сокращения бюджетов и сроков программ. Применение современных цифровых технологий позволяет сэкономить и ускорить разработку авиационной техники за счет именно автоматизации заметной доли расчетов и сертификационных испытаний. Использование так называемой умной верификации позволяет обеспечить полноценную связь о определяемых требованиях конструкции с методами верификации, связать весь процесс проектирования и анализа в один единый цикл, обеспечивать прослеживаемость всех процессов на каждом этапе проектирования. Успешный пример использования нашего цифрового подхода к проектированию различными корпорациями, производителями авиационной, вертолетной, космической техники, а также полученный опыт лишь подтверждает, что решение Siemens позволяет оптимизировать, ускорить и, конечно же, удешеврить процесс сертификации летательных аппаратов, который занимает обычно значительную часть бюджета проекта. Итак, на этом мой доклад на сегодня завершен. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, задавайте их в чат либо в микрофон.